Бежим по кругу. Тяжело наступаем. Куда вы рванули, Нелли? Куда вы рванули? За Ариной. Я, конечно, за Ариной. Задача, задача. Константин, не догоняйте меня, Нелли, не убегайте от меня. Одинаковое расстояние. Арина, бросьте руки. Вы же не спортсменка. Чуть-чуть пошире. Нелли, 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 Нелли. Смотрите, как бы не бежала Арина и я, у вас одна задача. Держать одинаковое расстояние. Это не страшно. Это уже проблема, например, будет моя. Что я чуть подойду к вам, а, например, Константин должен видеть, что у него... Константин, не прижимайтесь ко мне, вас неправильно поймут. Нелли, чуть-чуть. Смотрим. Круг, давайте круг. Сосиска у нас получается, а не круг. Вот, вот, только сейчас что-то на что-то стало похоже. При этом ручки отпустите, вот так вот не бегите с ними. Руки болтаются, плечи болтаются, шея свободная, колени мягкие. Добейтесь того, чуть-чуть помедленнее, чуть-чуть помедленнее. Да, вот так вот, хорошо. Тяжело на каждую ногу наступаем. Бежим с вибрацией. Бежим, я посмотрю. Поясница, Костя, поясница, поясница. Вот здесь, вот здесь. Чуть вперед бросить себя, шею чуть бросить. Да, хорошо. У вас ручки от локтей болтаются вот так вот. Да, от плечей руки посвободнее и поясница. Тяжелее на каждую ногу. Чуть-чуть поясница, а так хорошо. Чуть вперед бросить себя. О, отлично, шею. Хорошо, хорошо, хорошо. Бежим, бежим, бежим. Повторяем то, что я делаю. Поднимаем ручки, вниз сбрасываем и шею вниз. Пробуем еще раз. Поднимаем ручки, бросаем вниз и шея расслабляется. Да, очень хорошо, Неля. Константин, неплохо. Расстояние, 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 расстояние. Делаем, поднимаем ручки. И вниз шею расслабить, шею расслабить. Стоп. Когда вы сбрасываете ручки, шею расслабьте. Вот, и спокойненько опять ручки подняли. Еще разочек. Хорошо. Хорошо, в кружочек остановились. Конечно, упражнений подвижных гораздо больше. Эти обстановятся, да. Упражнений подвижных гораздо больше, но у нас с вами нет ни времени, ни пространства тратить на это. Значит, бросаем голову вперед. И голова по кругу с вибрацией прокатывается направо, назад уже можно делать, налево и вперед, пауза и обратно. Неле хорошо, Костя хорошо. Очень, у вас, смотрите на меня, у вас очень такое напряженное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, такое нервное. Постарайтесь так, чтобы оно свободно направо, расслабленное прокатывалось, именно чтобы от расслабления плечо опустить. Нет, у вас не очень смешает. А зачем вам сильное? Смотрите, вы голову направо бросили и расслабьте ее. А вот потом упала вперед свободная. И так же налево свободная. Расслабиться, расслабиться. Этого еще опустить, да. И назад свободная голова. И спокойно перекатывается налево и вниз упала. Все, все получилось с вибрацией. Чуть пошире встанем, чуть пошире. Хорошо, плечи подключим, плечи сбрасываем вперед. То же самое, по полному кругу. Глаза лучше закрывать, Костя, хорошо. Вибрацию, вибрацию, вибрацию. То, что они делают, да. Надо было. Ну вы, конечно, первый раз все это слышите. Я сейчас не буду объяснять. Хорошо, Арина, очень хорошо. Поспокойнее, поспокойнее, поспокойнее. Костя, хорошо. Светлана, да? Светлана, это упражнение необходимо для того, чтобы последовательно расслабить разные отделы. Сначала шею, потом шеи и плечи, потом поясницу, в конце концов колени. Поэтому у нас все свободное. И все делается путем того, что мы бросаем голову или плечи вперед. И под собственным весом голова прокатывается. То есть не просто помахать головой по кругу, да? А чтобы под собственным весом абсолютно расслабленная голова прокатывалась. Поэтому побольше свободы. Просто вы не были, и вам тяжеловато. Слушайте, отлично получается. Давайте тогда доделаем это упражнение до конца. Константин, вы тоже полупьяный, тоже сонный. Я просыпаюсь давно. Нет, почему у вас язык больше, чем рот? Я очень блядь. Нет, 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 нет. Хорошо, поменялись. Смотрим. С маленького движения, да, не пытайтесь убить Константина. Я понимаю, что он лось. Но постарайтесь с маленького движения. Оставьте ему динамику, куда он может развиваться. Пусть он сначала почувствует. Вы сейчас как будто трогаете непонятно что. Во-первых, у вас тоже чуть-чуть мягкие ноги, Арина. Да, да. Почему в таком положении стоите? Чуть поближе подойдите, чтобы вам было комфортно. Да. Я, главное, не понимаю, что вы с Нелли пытаетесь сделать. Я пытаюсь потрясти. И что? Надо же посмотреть, куда. Вот она может так двигаться, да. Во-первых, она трясется сама. Надо подождать, пока она перестанет. Во-вторых. Нелли, ничего не делайте. Вы-то не тряситесь. Нелли, Нелли. Нелли, Нелли. Она, да, да. Говорят, Нелли, а я говорю, да, Нелли. Нелли, Нелли. Нелли, просыпайся. То есть, если вы чувствуете, если вы чувствуете, что она вам лишние движения делает сама, вы ее, а-а-а, говорите, чтобы она этого не делала. Давно хорошо. Хорошо. Смотрите, она хочет двигаться только вот так, да, только так двигается. Поищите еще какие-то варианты. Нагните ее куда-то. Надо же не дать ей поспать. И, Арина, сама вы должны быть, вы сейчас вот такая напряженная, вы сама очень мягкая должны быть. Поближе, ноги чуть поудобнее. Сделайте так, чтобы вам было комфортно. Поменяйте, возьмите ее за предплечье, чуть-чуть пошевелите. Да, можно даже постучать ее чуть-чуть, если она не хочет просыпаться. Чуть-чуть становится понятно или не очень? А, Светлана. Да, как не получается. А что, трудно, что ли? Каждый человек с утра не может... Здесь, смотрите, здесь задача не в том, чтобы вы показали, как вы это делаете. Здесь задача в том, чтобы закрыть глаза и представить себе, что у вас будет, а вы не хотите просыпаться. И все. Это просто через воображение. В чем проблема? Сложно представить, сложно расслабиться. В этом есть смысл упражнения. Закрывайте глаза. Стоите, ничего не делайте. Никаких лишних движений. Арина, хорошо? Да. Да, вас пытаются растолкать. Чуть-чуть позвучать. Все. Смотрите, вы не шевелитесь вообще. То есть никаких движений сами вы, кроме того, чтобы не упасть, вы не делаете. Шею. Да. Да, вот, так хорошо. И можно позвучать немножко. Чуть-чуть позвучать. Да, да, да. Светлана. Светлана, к первой паре. Просыпаемся. Да. Не надо, скажите, будить меня. Не надо. Еще, еще. Чтоб длинные было. Нет, нет, не короткое. Нет, не надо. Длинные на выдохе. Да, нет, не надо меня будить. Да, хорошо, хорошо, хорошо. Молодцы, в кружочек. В кружочек. Эти увлеклись, я смотрю. Увлеклись. Кружочек, 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 кружочек. Руку поднимаем. Да. Пробуем все, опускаем. Поднимаем свободную руку. Не одновременно. Каждый сам для себя. Каждый настраивает свое «да». Да. Да. Шея, чтоб не запрокидывалась. Да. Свободная «да». Да. Меньше воздуха, дафна. Да. Нет. Да. Очень тихий звук, очень спокойный. Да. Да. И не закрывается челюсть потом. А то у вас «да» и закрылась. Да. Хорошо было, дафна, сейчас. Да. Неплохо. Костя, хорошо. Да. 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 Немножко специально, дафна, поспокойней. Да. Да. Очень, слишком артистично. Да. Это какой-то… Да, сынок, возьми яблоко. Да. Дафна, очнитесь, мы здесь. Все проще. Подняли руку, расслабились, бросили руку, сказали «да». Да. Ничего не напрягает. Не более. Да. Неплохо, неплохо. Еще раз попроще. Бросаем руку, поднимаем. Не, 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 да. Это и слабая мания руки на русских двинул он полки. Да. Смотрите, у вас какой-то эмоциональный зажим от старательности. Я показывал, как делать давно. Да. Проще-то поднять руку, просто поднять, без красоты. Бросить свободную и сказать «да». Пробуйте. Я не пытаюсь ее как-то… Это ваша врожденная красота. Пробуйте. Она расслаблена. Хорошо. Давайте. Да. Вы ее не бросили, вы опустили. Это разные вещи. Да, сынок, возьми яблоко. Рука падает, потому что она расслабилась. Да. Пробуйте. Да. Нет. Дафна, смотрите, простая задача. Смотрите на меня. Поднимите руку. Нет. Я же не сказал, поднимите ее в рапиде за полтора часа. Поднимите руку вверх. Отлично. Теперь сделайте так, чтобы она расслабилась и упала. Еще раз поднимите руку вверх. Сделайте так, чтобы расслабилась и упала. Отлично. Еще раз поднимите руку вверх, чтобы она расслабилась и упала. Отлично. Отлично. Теперь, ничего не делая, скажите «да». Да. Не подтягивая потом челюсть. Вы сказали «да» и подтянули «да». Да. Отлично. А теперь соедините. Поднимите руку вверх. Вот тоже да, которое было, и скажите да. Да. Все. Только челюсть в конце не подтяните. Еще разочек. Да. Да. Отлично. Что изменилось, Дафна? Расслабилось. Как ни странно, быть простым очень трудно. Да, потому что мы всегда хотим быть как-то не покрасивши, как-то артистичней, а простым. Нам страшно быть простым, потому что простые мы не прикрыты, мы такие, какие мы есть. А это и есть самое ценное в процессе вашего сценического действия – быть таким, какой вы есть. Светлана, просмотрим вас. Да. Нет. Да. Нет. Ну, я сейчас просто не смогу Светлане все объяснить, мне нужно будет ей отдельно каким-то образом в начале следующего занятия весь комплекс упражнений проговорить, потому что она сейчас не знает, чего нужно добиваться. Ловировали, да не выловировали. А если не получается, расслабляемся. Лоб. Арина, лоб. Нет, Неля, нет. Есть очень много напряжения здесь. Это вся напряженная. Ловировали, да не выловировали. Причем это должно быть не просто расслабление, типа Ну вот смотрите, я же свободен. Ну, я же стою, я свободен, что я же не напряжён. Нет, это должно быть экстра-расслабление. Что такое экстра-расслабление? Например, я не могу выговорить. Лавировали да не вылавировало. И что я делаю? Экстра-расслабление будет выглядеть так. Я сейчас почти стёр все буквы. У меня их нет. У меня осталась некая конструкция, похожая по ритму. Я уже не могу ошибиться. Я добавляю обратно по буковке. Обратно, по одной буковке. Я как будто бы заново собираю фразу. Как она из изгудения возникает одна буква, вторая, третья. Когда букв много, вы ошибаетесь. Но нельзя ошибиться там, где букв нет. Поэтому нужно не просто расслабление. Вот я встал, я же свободен. Да, я свободен. Нет, это экстра-расслабление. Когда вы теряете артикуляцию или стоите на ногах. Вот это называется расслабление. Пробуем. Лавировали да не вылавировали. Лавировали да не вылавировали. Лавировали да не вылавировали. Лоб, Арина. Нелли, гораздо лучше. Легче стало, нет? Вот. Просто позвучим, послушаем. На дворе трава, на траве дрова. Отлично. На дворе трава, на траве дрова. Смотрите. Вы первый раз сделали лучше. Второй раз, да, вы выговорили. Но путем того, что вы немножко напряглись. Да. А надо задуматься и пойти в другую сторону. К чему приучает вас этот тренинг? К тому, чтобы вы делали не так, как вы привыкли. Если у вас не получается, вы привыкли стараться. Здесь, наоборот, не получается, нужно расслабляться. Я вас приучаю к такому, как бы, нелогичному действию. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Лучше. Как ни странно, лучше. Потому что нет вот этого вот странного завывания. А теперь то же самое, но потеряйте мне, пожалуйста, часть... Стоп. Не впадайте в транс. Потеряйте мне, пожалуйста, часть букв. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Лучше. Лучше. Не закрывайте глаза. Вы, когда глаза закрываете, вы куда-то в другой мир уноситесь. Оставайтесь пока с нами. Итак, еще разочек. Взял, потерял часть букв. На дворе трава, на траве дрова. Не закрывайте глаза. Вдруг у нее закатились глаза. Клыки полезли, и она стала всех кусать. Нет, Давно, отдайте. Не закрывайте глаза. Смотрите на меня. На дворе трава, на траве дрова. Неплохо, неплохо. Только сейчас осталось напряжение в нижней челюсти. Вот здесь. На дворе трава. Ага. Я как дебил, пожалуйста. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Нет. Помните, в тот раз мы с вами делали, что вы немножко наклонялись и делали так. На дворе трава. Себя немножко трясли. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Да, ничего. Шею чуть сильнее расслабьте. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Да, лучше. Лучше. Чего вы качаете головой? Нет. Лучше. Звук-то лучше. Потому что пока вы смотрите на меня, вы делаете так. Опускаетесь, получается, на дворе трава, вдруг открывается челюсть. Еще разочек. А сейчас не наклоняйтесь, но постарайтесь обратить свое внимание на нижнюю челюсть. На дворе трава. Она очень тяжелая. На дворе трава, на траве трава, только нижняя челюсть. На дворе трава, на траве трава. Неплохо. А теперь в два раза тише то же самое. На дворе трава, на траве дрова. На дворе трава, на траве дрова. Лучше. То есть фактически мы каждого человека подстраиваем как инструмент. У меня дальнейший фото конвертируется здесь, у меня все, что подключается. Ну, вот я примерно понимаю, но что делать дальше. Костя, вы знаете, что ваше незнание, что делать дальше, дорогого стоит? Потому что незнание тоже смотрится очень интересно. И то, что вы стоите на сцене и не знаете, как дальше попросить. То есть ваши поиски, способы, это и есть самое интересное, за чем мы наблюдаем. Поэтому здесь же задача не в том, чтобы вы как робот стояли и говорили, Света, дай мне мяч. Света, дай мне мяч. Света, дай мне мяч. И мы такие, о, сколько способов. Здесь то, как вы не можете найти способ, это и есть то самое ценное, на что мы хотим смотреть. Понимаете? Как вы тюлюпаетесь, но будучи внимательным к партнеру в рамках истории. Поэтому сейчас я вас спрошу, что бы ни случилось, не останавливайте этюд. Если вы лопухаетесь и у вас нет способа, думайте. Думайте, Костя. В жизни я начинаю с человеком общаться, а тут общаться по сути нельзя. Задавать вопросы, как-то вот получать ответы. Если очень нужно что-нибудь, задайте. Если очень, если вот так нужно. Но только помните, что она вам не скажет, почему. Если вы спросите, почему она скажет, не скажу. И все. Это вам не сильно. Поэтому вспоминайте причину и спрашивайте. И не прерывайте этюд. Давайте. Не останавливаться. Стоим пока, слушаем. Не останавливаться. Света, встаньте на табуреточку. У меня к вам просьба. Попросите у нее мячик вон из того угла. Вон туда сходите. Света, дай мне мяч. Меняем условия. Света, вы говорите, возьми, пожалуйста, мяч. Вы говорите, не хочу. Вы придумали, почему вы не хотите брать? Не придумали, не успели, да? Не хочу его брать. Костя, возьми. Костя, возьми мячик. Костя, возьми мячик, а? Хочу его брать. Хорошо. хорошо тормознемся вам любопытно светлана как же одной фразой у вас получилось так уговорить константина все-таки это возможно а кто же вам запрещал действовать телом нет телом не ограниченников под голос вы имеете разный текст я вас уверяю что текст бы вам очень сильно мешал хотите попробуйте попробуйте сейчас вы можете говорить все что угодно и кости и светлана просто попробуйте рапорта посмотрим разницу кости подумайте еще раз почему вы не берете мячик и светлана что я сейчас не очень понимаю конкретного такую абсолютно конкретную причину потом вы верстка расскажите вам нужно время да просто я я как когда вы отказываете я лично не понимаю почему светлана вам отказывала я я понимал хотя бы направление почему вы у нее не берете мяч я не понимаю она точно конкретная или просто я не хочу брать у нее мяч хорошо хорошо попробуйте вы можете говорить все что угодно тормозите вы почувствовали разницу как было комфортнее прошлый раз ли вы это почему сейчас вам было комфортнее или в тот раз комфортно почему дело в том что когда у вас появляется возможность говорить вы перестаете вы перестаете действовать телом когда я вас ограничиваю в словесных выражениях вам приходится что-то выдумывать когда вы не ограничены в словесных выражениях вы начинаете болтать и перестаете что-нибудь делать вы пока молчали с одной фразы вы попробовали там пять разных и ужасно смешных интересных способов сейчас когда вы получили текст вы не попробовали ни одного ну скажем так несравнимо меньше а пропорциональное количество сказанных слов в никуда не интересно то есть будучи ограниченным в словах вы начинаете действовать и честно для меня это сейчас вот я я даже для себя сформулировал почему это упражнение так толкает к сценическому действию потому что вам нельзя говорить а добиваться надо и вы начинаете действовать уже по факту цепи с медведем сидеть с башни спрыгнуть крокодила съесть то есть она очень эмоциональная девочка это я сейчас я говорю я цитирую это не в прямом смысле слова когда она говорит брату лоренцо что она готова на все что угодно на самые страшные вещи сидеть с медведем там есть крокодила там что-то там не знаю еще там делать только чтобы быть с ромео а в склепе она говорит на его губах остался яд я их поцелую это мне поможет умереть целуют вот какие теплые слышит голоса но вот кинжал по счастью о о педага о счастливый нож будь здесь а мне дай умереть все вы чувствуете что здесь нет решения покончить с собой она просто не уместилась там просто там пять фраз у джульетты в склепе она как бы очнулась и говорит ой ножик ну хорошо а я умру и умерла так вот решение о том что она умрет она принимает не в этой сцене все вот эти муки по поводу того что она умрет она принимает в сцене где она выпивает я напоминаю сюжет так как вы не помните они познакомились ромео на балу этой же ночью они договорились что завтра они поженятся по рукам по рукам на следующий день они женятся и договариваются что ночью ромео придет к джульетте провести семь месяц и ночь как бы завершить обряд бракосочетания выйдя из церкви ромео убивает брата джульетты не важно там кто его убивает неясно важно то что он гибнет при участии ромео скажем так и ромео объявляют изгнанным из верона он вне закона любой кто его увидит он может его убить ромео ночью таки приходит джульетте у них все случается и на утро мама и говорит дорогая ты выходишь за париса завтра на что джульетте говорит нет нет я не выйду за парис и брату лоренци говорит значит так аппарат лоренци говорит который все это замутил он как бы их поженил он она говорит я я что она выйти за парисом говорит дочь моя мне твоя беда известна как бы тебе ума не приложу не знаю правда видимо придется выйти замуж за париса этой лоренци говорит на что она ему говорит нет ты не понимаешь я я готова я готова спрыгнуть с башни я готова с медведем на цепи сидеть я готова проходила съесть только чтоб не идти за париса вот я вот я нож у меня с собой вот я закалюсь прямо сейчас закалюсь здесь закалюсь здесь час закалюсь если ты мне не поможешь лоренци говорит ну ладно есть такой вариант вот тебе склянка ты ее выпиваешь из засыпаешь сном подобным смерти тебя думать что умерла тебя относят в склеп фамильный и через два дня за тобой приходит ромео я ему напишу письмо он приходит тебя забирает и вы вместе сейчас как ты такой вариант отличный вариант давай склянку решимость мой девиз берет склянку ходит домой помню да и там 11 12 это просто это просто девочка просто ма ну то есть скажем так это очень юная и очень капризная девица очень и так она все вот это сотворила да у нее уже брак с ромео у нее уже насильно выдают ее замуж уже значит брат погиб и у нее этот склянка с ядом она приходит домой и говорит ну вот пусть пока вот полежит вот вот мой состав пусть лежит здесь так говорит она значит я выпью яд и иначе тусну сном подобном смерти а что если я ну как-то может задохнуть склепить вот я проснусь а там воздуха нет там уже трупы лежат там вот тибальт которого убили на днях там лежит я вот проснусь и задохнусь а если за мной просто не придут у меня похоронят и просто за мной никто не придет и я там умру а если это вообще яд если монах решил меня убить потому что если откроется что у нас обмечал то ему кирдык это дословный текст ну не про кирдык а про то что это яд и монах хочет ее убить вот это дословный текст а что если я умом тронусь я вот проснусь там в склепе и просто просто у меня просто несет крышу что если как как вам кажется здесь есть похоже на то что он собирается выпить и это она рассказывает две страницы две страницы того что с ней может там произойти вы слышите здесь решимость того что она собирается выпить яд нет она это что я завтра выйду за париз и замуж это монолог который мы хотим который я хочу с вами попробовать а дальше происходит нечто на что вам сейчас потребуется фантазии и очень точная концентрация дальше происходит нечто после чего джулита говорит после чего джулит выпивает яд резко сразу представьте себе вы молодая капризная девочка из очень богатой семьи из самая богатая семья в городе вот манте кикапулите две самые богатые известные семьи в городе вам позволено все с детства возбалуют во всем и вдруг мать говорит выйдешь замуж вот за париса причем еще так подло говорит вы говорите не пойду я сделаю папочка меня во всем простит папочка меня любит сенью капулите он не позволит любую шалость я выйду замуж за за костю костя ты как завтра отлично кость а по рукам мы с ним любовь кость уехал в мантую ха 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 я победила мне говорят завтра выходишь за париса я такая причем и папа пришел я папе говорю папа а я он вы молчи я ему хочу рассказать он будет не говори он не дает мне ничего я ему сказать я хочу сказать я уже срама а он заткнись молчи и слушай если ты завтра выйдешь если ты завтра не выйдешь замуж то ты мне больше не дочь скитайся голода и тебе больше не отец а он и он и он и говорит тварь холера падаль тебя и на веревке притащу если ты мне дочь ты выйдешь замуж а если нет скитайся голодай и знай тебе больше не отец И как бы она понимает, что папника против То есть здесь брак с Ромео как-то не прокатит Я лично предполагаю, судя по тому, как он не дает ей ничего сказать Три или четыре раза останавливая Он не хочет, чтобы она это произнесла Он знает, я знаю от кого, он знает, неважно То есть он знает, и для него почему-то это большая проблема То есть я понимаю, что ситуация с папой не сработала Я надеялась на то, что любой мой каприз Папа поддержит, как он делал это всегда Всегда так было, и вдруг не сработало И мне говорят, завтра выходишь замуж за Париса А Ромео мы убьем И его уже сейчас едут травить И я вижу призрака, который действительно идет убивать Ромео Говорю, стой, призрак, стой, Ромео, уберегись Иду к тебе, пью за тебя, Ромео, то, что я только что назвала, возможно, ядом Почему? Скажите, вот давайте предположим, что это Светлана Что это вы сделали Вы вот так вот с родителями Мать хотела вас выдать А вы вот так вот раз втайне с кем-то обвенчались И, значит, чтобы сделать козью морду маме И вдруг выясняется, что и мама, и папа заодно И собираются вас завтра выдать замуж за Париса Что, в принципе, очень неплохо Он очень красивый Он очень богатый Он даже лучше Кости Он вообще хороший То есть вам-то ничего плохого не будет Вы пошалили И завтра выйдет замуж За жениха, которым мечтают все девушки Верона Но Ромео умрет Вас это не напрягает? Почему? Яд Она пьет состав, который велика вероятность может оказаться ядом Пытаясь предотвратить смерть того, кого она втянула В свою игру Фактически То есть не просто любив Ну, как бы Она, конечно, капризная Но она не совсем идиотка То есть фактически это самопожертвование Ради того, кого она фактически подписала То есть если она сейчас выйдет за Париса Фактически она убила Ромео То есть фактически получается так То есть если она выходит за Париса Ромео точно прикончен И потому, что он убил Тибальда И потому, что он женился на Джульетте И чтобы просто убрать второго мужа То есть его убьют 100% И виновата будет она Именно поэтому для нее Вот этот состав, который она пьет Для нее это равносильно решению Риска покончить с собой Прямо сейчас, здесь То есть там Там все это напряжение есть Вот то, что мы хотели видеть в склепе И поэтому, когда она очнулась в склепе И, кстати, увидела, что Ромео мертв Она же не знает почему Она же не знает как Она же не знает от чего Видимо Из-за кого? Из-за нее Она говорит Ну, как бы Тут она уже играет другую историю Да Но никакого уже решения Умирать ей не нужно Самое смешное, что Любовь между ними происходит Я имею в виду Те отношения, которые Можно назвать любовью Но она происходит Не под балконом Где они просто Сговариваются Сделка Значит, так Слушай, мне нужно родителей насолить Значит, завтра замуж А мне это Хорошо, по рукам По рукам Ну, отлично Все Замечательно Договорились Любовь между ними происходит В склепе Там Ромео Впервые говорит Что он Джульетту любит До этого он говорит Какие-то ужасные вещи То есть Я хочу, чтобы Хочу сделать ее женой А какие ужасы После этого случатся Мне на это глубоко наплевать Вот так Примерно такие тексты Дословно Да, брат Лоренцо говорит Пусть небеса благословят ваш брак Чтобы нам впоследствии О нем не пожалеть Там все Это дословно Там все такие веселые Все чувствуют Что пахнет жареным Так вот В склепе Это единственное В склепе Это единственное место Где они говорят о любви Где вдруг Ромео приходит Я вам все тайны Уже выдают Еще не все Еще не все Самые веселые впереди Где Ромео приходит в склеп Где Ромео приходит в склеп Причем Как Ромео узнает О том, что Джульетта умерла Он в манты Он гуляет У нее все хорошо Он решил все свои проблемы То есть И для Ромео и Джульетты Этот союз был очень полезен Как они думали Ромео приехал Счастливый в манты Он пошел по улице гулять У нее прекрасное настроение К нему приходит Балтазар Ромео говорит Балтазар Я так рад тебя видеть Как там дела дома Как там мой отец Хотя с отцом у Ромео Что? Да А из манты он говорит Как мой отец Как дела? Как дома? Я так рад тебя видеть Как Джульетта? И все хорошо Если ей неплохо Балтазар говорит Все хорошо Джульетте хорошо Она умерла Ее погребение Было вчера Я видел все Простите меня За эту новость И тут мы Ждем от Ромео Оценки Как вот Леонардо Ди Каприо В фильме Ромео джит, он падает на колени и говорит, я проклинаю. Ну, так как бы страдает, да? Оценка Ромео. Он говорит, значит, Джульетта умерла, простите меня за эту новость. Ромео говорит. Ах, вот что. Дальше он говорит такую фразу. Тогда я, then I deny you stuff. Тогда я отрицаю свою судьбу, я отрицаю звезды. Тогда я отрекаюсь от судьбы. Сегодня мы, Джульетта, будем вместе. Все. Он говорит три фразы, очень короткие. Там ни криков, ни плача. О, она что-то меня покинула. Да как я без Джульетты? Да я без нее не могу. Нет. Так вот что. Он говорит, она умерла, он говорит, так вот что. Или так вот к чему все это. Then I deny you stuff. Сегодня мы с Джульеттой будем вместе. Тогда я отрицаю свою судьбу, я отрекаюсь от звезд. Сегодня мы с Джульеттой будем вместе.